здравствуйте в эфире сегодня тема нашего эфира новые скульптурные гели я буду показывать на себе подготовила ручку сделала выкраску сейчас предыдущем эфире в инстаграм у меня уже на трех пальчиках есть и на 2 сейчас я доделаю покажу вам абсолютно все цвета так разворачиваю камеру поставлю штатив вот они наши чудесные чудесные новиночки очень красивые скульптурные гели с прекрасными названиями шарм брюд лавиш и тиара название соответствует содержанию в баночке такие же красивые гели внутри и сейчас мы с вами их посмотрим и обсудим все нюансы в работе здравствуйте здравствуйте татьяна рада вас приветствовать так брюд посмотрите какой красивый просто восхитительный шиммерный перламутровый оттенок имеет это у нас брюд следующий это гель шарм прекрасно сочетающийся с друг друг с другом имеет красивый нюдовый оттенок натуральный оттенок которые такой скажем так базовый очень подходит и клиентам и мастера вы очень любят при этом с легкой здесь у нас шиммер и перламутр здесь у нас шиммер разного оттенка брюд и шарм далее вот такой красивый оттенок лавиш розовый выбеленный и тиара тиара тоже вот такой розовый с перламутром мне не нравится вот в таком сочетании как компаньоны друг другу добрый день красиво сочетаются их можно сочетать в одном маникюре делать как удлинение так и укрепление натуральных ногтей наращивать на формах наращивать большую длину при этом эти скульптурные гели они не требуют дополнительного использования дополнительные гели в качестве удлинения именно для прочности так как материал максимально прочный и позволяет одним гелем выполнять и удлинение свободного края и укрепление по поверхности хала брала недавно шикарно легко да спасибо за ваш комментарий здесь у нас абсолютно аналогичная история в той же самой формуле они также прекрасно пилятся и также прекрасно можно ими работать без опила смотрите я в предыдущем эфире сейчас в инстаграм делала выкраску вот лавиш у меня на пальчики попросили девчонки чуть больше а у меня всего лишь пять пальцев оказалось поэтому вам оставила два выкраску не доделала так это у нас лавиш здесь у меня шарм на безымянном пальчике посмотрите как он смотрится как он смотрится на пальцы попыталась найти девочки фокус сфокусировать на черной перчатке мерцает блестит очень красиво и здесь у меня брют не знаю что мне сделать чтобы у меня фокус появился вот такое красивое мерцание потрясающий блеск имеет я выполняла сейчас укрепление видите натуральные ноготочки свои подготовила выполняла укрепление на натуральных ногтях делал это без опила то есть у него такая классная очень удобная комфортная консистенция которая позволяет в том числе работать и без опила пилится еще раз повторяю легко удобно комфортно но без опила работать тоже можно для того чтобы время сократить работы с клиентом очень удобно делать укрепление натуральных ногтей вязкость у них очень классная посмотрите я вот кисточка видно да что он не жидкий он не растекается позволяет очень комфортно максимально комфортно перчатка ну возможно да перчатка и наверное слишком близко у меня штатив стоит потому что так консистенцию показать оттенки показать какие они красивые здесь когда совершенно волшебный перламутр представлен внутри сверкает сияет просто невероятно он такой мелкий при этом очень красивые оттенки брют тоже с красивым сиянием тут представлено и золото внутри есть и с розовинкой и голубой очень тоже красивый перламутр внутри у этого геля и такой базовый вариант шарма с легким шиммером при этом с красивым очень красивым базовым оттенком так ну в принципе начинаем работать так как это у нас твердая гелевая система мы работаем в классической скажем так классическом исполнении для этого мы подготавливаем ногтевую пластину при помощи евроклинсера я выполняю обезжиривание смотрите что касается soft palping геля для того чтобы все таки софты они более мягкие то есть они более гибкие и под софты soft nude soft pink soft milk soft palping мы рекомендуем удлинение выполнять более жестким гелем например натурал композит гель монофаз гель форм гель клер просто форм гель натурал то есть более жесткими гелями выполняем удлинение а уже укрепление по поверхности можно работать софтами то есть на большой длине особенно если где-то там накосячить с архитектурой чуть не доложить центральный продольный сгиб по боковым параллелям может большую нагрузку большую длину не выдержать поэтому рекомендую все таки сочетать здесь у нас представлены гели которые эту нагрузку выдерживают то есть они более жесткие в сравнении с софтами так я обезжирила обезжириватель испарился у меня и соответственно для дальнейшего обезжиривания я использую nail prep почему nail prep использую потому что я поманикюрила естественно да перед эфиром обработала и проходилась кутикул римовером для того чтобы эпидермальная пилу брать я прошлась кутикул римовером ничего не резала обработка мне здесь аппаратная просто и в этом случае я использую nail prep именно для того чтобы дополнительно обезжирить и вывести остатки римовера чтобы гель у меня ложился по поверхности не скатывался и чтобы римовер не спровоцировал отслойки так nail prep а мне воспользовалась далее ультрабонд грунтовочный препарат для гелевой системы мы его обязательно используем и делаем это полностью на всю поверхность ногтевой пластины с легким отступом от кутикулы боковых поверхностей просто по поверхности я прохожу так как девочки сейчас я хочу повыше чуть поднять немножко подплывает мне кажется фокус совсем потерялся о вот так так как я не буду выполнять удлинение на форме то есть у меня гель ляжет на свободный край на торец по торцу я тоже ультрабондом прохожу то есть это как третье завершающее движение два движения нам нужны для того чтобы поверхность и третье по торцу проходим обратите внимание вот на этих ноготочках я делала я не подпиливала потом свободный край если вы хотите чтобы у вас с точки зрения формы был более четкий именно квадрат острые уголочки то после моделирования можно по торцу немножечко подпилить я этого не делала я прям на торец наносила гель то есть немного запечатывала сейчас буду делать точно так же далее мы даем ультрабонду испариться на воздухе делаем это в течение минуты-двух по технологии ультрабонд старайтесь не пересушивать чтобы он больше 30 минут просто так сам сам на воздухе не болтался да то есть если вы делаете какое-то сложное наращивание там с большой длиной или работаете еще не очень быстро то тогда лучше ультрабонд наносить как бы непосредственно там за несколько минут до постановки формы нанесения базы чтобы он своих свойств не терял в качестве базового покрытия я в классическом варианте рекомендую использовать конечно же супербонд гель но на влажные ногти на влажные ногти можно использовать бейсгель из гель лаковой системы мои ногти не являются влажными поэтому я пользуюсь супербондом и в большинстве случаев конечно же ему отдаю предпочтение потому что это гель специально предназначены для классического моделирования супербонд имеет такую достаточно густую консистенцию то есть он густенький поэтому на поверхность ногтевой пластины я наношу его тонким слоем это одна из особенностей работы непосредственно супербонда наношу тонко прям растягиваю по поверхности ногтевой пластины тоненько тоненько и потом делаю такие вот вбивающие втирающие движения для более глубокого проникновения и для более качественной адгезии чтобы минимизировать варианты с отслойками кстати гели очень классно стоят от слоев фактически они не дают но только там если прям совсем да очень сильно травмированные там прям с особенностями ногти вообще в целом и тестирование наши показали то что материал прям супер классно стоит так на второй пальчик сразу наношу если вы работаете с клиентом в конвейерном варианте можно работать по одному пальцу но как правило мастера базу сразу разносят на четыре ноготка супербонд нам позволяет это сделать потому что он не течет он достаточно густой и вот такими вбивающими движениями я нанесла вот она у нас база на поверхности ногтевой пластины и мы отправляем на просушку время полимеризации у любых материалов это касается гелий это касается гель лаковых баз две минуты то есть мы даем две минуты конечно же все зависит от мощности вашей лампы у меня сейчас лампа новая мощная но если у вас лампа не очень мощно знаете что да уже старенькая не так мощно сушит можно дополнительно еще просушить то есть ориентируйтесь повод дисперсии по остаточной липкости которая на поверхности остается потому что в базовом покрытии дисперсия нам нужно для присоединения следующего этапа для присоединения уже непосредственно скульптурного геля так сейчас я подсушу еще такие вот очень очень красивые оттенки коллекцию они представляют прям целая коллекция можно порадовать себя клиентов и предложить в таком сочетании я сейчас себе на руке делаю все цвета и они будут очень классно гармонично друг с другом сочетаться и смотреться так ну что пойдем следующий у нас гель будет да здесь у меня брют и брют и брют и шарм вот и соответственно дальше мы пойдем поработаем лавишем по вязкости они все похожи друг на друга не растекаются что дает нам возможность моделировать длинные ногти да сразу там фактически с одной капли архитектуру выстраивать и можно работать также без опила набираю капельку здесь работайте в технике которая лично вам удобно здесь можно сначала так девочки меня напишите сейчас пожалуйста видно слышно ли все хорошо потому что у меня немножечко подтупливал то ли интернет то ли контакт не знаю специально нанесла гель не разношу дальше напишите пожалуйста слышно видно чтобы я понимала все хорошо спасибо большое видите я нанесла гель на поверхность и начинаю кисточкой его распределять сейчас мне не очень удобно с правой стороны это делать но тем не менее стягиваю к свободному краю опять подталкиваю к кутикуле прям на бочок перевернула пальчик гель не будет стекать ну конечно если бесконечно долго это делать то потечет все что угодно но в целом он очень очень комфортен для работы и теперь мне нужно для дополнительного для дополнительного укрепления набрать еще небольшое количество геля можно выгрузить его в центре и укрепляем я выстраиваю центральный придольный изгиб и начинаю вот кисточкой буквально не дотрагиваясь до поверхности ногтевой пластины я просто беру и эту капельку в нужное мне нужную мне плоскость нужно мне поверхность просто стягиваю сейчас мне нужно немного больше чтобы наполнить боковую поверхность боковая поверхность должна быть наполнена несмотря на то что мы моделируем на поверхности на каркасе своего собственного натурального ногтя наполнение конечно же должно присутствовать обязательно видите небольшие есть у меня пузыречки потому что когда показывала в баночке накрутила кида на накручивающих движений это любого геля касается чтобы не набирались у вас в поверхность пузыри смотрите не течет классно стоит сам сразу выравнивать сгиб посмотрим конечно он такой еще плюшечкой для этого нам нужно его подтянуть тоненько тоненько вот так подтягиваем к торцу гель вот я абсолютно уверена что полюбится как и профессионалам так и вот только девчонкам которые начинают потому что консистенция ну безумно приятно просто в плане того что видите стоит не течет ничего с ним не происходит так разворачиваю и так как гели очень красивые такие самодостаточные конечно есть желание все-таки подвести под кутикулу сделать по аналогии с цветным покрытием что я для этого дела я беру просто апельсиновую палочку максимально насколько мне по ощущениям до позволяет я немножечко кутикулу палочка отодвигаю видите сколько места еще у меня высвободилось и вот это пространство можно заполнить при помощи линеарной кисточки что взять линеарную кисточку и прям под кутикулу максимально подвести конечно это дополнительное время в работе да вот этим мелкая вот эта история линеарной кисточкой но когда мы так делаем у нас при отрастании скажем так нивелируется переход нет такого явно выраженного перехода знаете бугра сразу раз и материал пошел волной а такое тоненькое наполнение как с цветным покрытием поэтому если вы конечно располагаете временем это можно сделать для того чтобы под кутикулу подвести сейчас немножко соберу гель потому что разговариваю долго рассказывает внешнего у меня немножечко подсел стороны немножко соберу чтобы такой был и более сбалансированного было архитектура изгиб центральный подтянула все и в принципе можно можно отправлять ноготок на просушку не видно под кутикула совершенно верно нет базы потому что базу я делала с отступом от кутикулы но идет но у меня не будет совершенно точно если вы переживаете что у вас есть клиенты у которых там есть систематические отслойки и вы понимаете что вам необходимо гель будет подводить под кутикулу то на этапе покрытия базы вы тоже можете отодвинуть задний валик и покрыть более плотно встык именно под кутикулу конечно так будет правильнее сделать для того чтобы с клиентом перестраховаться я сейчас сделаю на себе вот у меня очень хорошо стоят материалы и я просто по себе знаю что у меня стоять будет и так хорошо от слоек не будет для перестраховки можете конечно это сделать смотрите какой красивый оттенок эти мышцы сами мастера себе поставим на нас все что угодно будет стоять и конечно для клиентов нам нужно максимально им обеспечить хорошую хорошую носибельность того что мы им ставим так и следующий у меня оттенок это тиара здесь такая особенность вот в баночку видите я тоже намешала и внутри остаются такие следы они и будут оставаться в любом случае потому что это перламутр это не просто блестки в баночку добавили и там с гелем перемешали вот это именно вот перламутр и в этом собственно говоря и скажем такой некоторый шарм этого материала я делала и большое удлинение если посмотрите наши ну тоже и в контакте есть в инстаграм продуктовые наши ролики по рекламе данного продукта там видно что модели на руках тоже есть там миндаль где-то до трех единиц по моему я там делала удлинение и там на ногтях тоже видны эти разводы то есть это дает определенный такой какую-то глубину дополнительный на мой взгляд дополнительный шарм такого моделирования цвета потрясающе красивые все с красивым сиянием консистенция до видно такая же на кисточке тоже видно и теперь я делаю выкладку они конечно максимально нежные такие невесомые очень легко смотрится на ногтях нет даже при большой длине нет такого вот эффекта перегруженных каких-то там мега нарощенных ногтей смотрится очень нежно и очень красиво на мой взгляд достойный очень достойный продукт и мастерам он обязательно должен понравиться разнесла просто по поверхности даже на моих ногтях сейчас да вроде бы они коротенькие маленькие такие каратыши но смотрится очень красиво то есть даже не обязательно делать какое-то мега удлинение для мастеров которые например еще но не моделирующие такие полноценные которые там найти форму поставил за там пять секунд и пятерочки понаращивал для тех кто работает например только гель-лаковой системой я тоже рекомендую взять этот материал для того чтобы попробовать потому что по большому счету мастера даже которые работают в технике гель-лаковой мы же все равно делаем выравнивание да мы все равно делаем укрепление все равно мастер понимает что такое блик здесь материал очень комфортно для работы который даже начинающим даже новичкам поможет вот своей вот этой вязкостью никуда не стечет не убежит и видите фактически я ничего не делала при этом и блик у нас сохранился вообще потрясающе блестит красиво здесь точно также можно взять отодвинуть апельсиновой палочкой задний валик делать это нужно непосредственно перед покрытием как с цветом да отодвинули и завели завели под кутикулу так аккуратненько легонечко конечно по локоть пихать не надо но все-таки хочется нам чтобы клиенты наши дать чуть-чуть подольше даже там у нее полторы недели прошло и только-только там где-то показалось что вроде как начал отрастать поэтому было бы неплохо прям под кутикулу подвести ниже прям к краю по боковому краю видите я работаю с гелем сейчас и при этом он не течет ничего с ним не происходит на длинных ногтях конечно да есть свой шарм в этом в длине но и на коротких он тоже стоит на него обратить внимание смотрится очень красиво я не буду подпиливать по торцу просто сейчас положила так подтяну единственное что девчонки обязательно наполнять толщину торца чтобы толщина торца вот здесь она обязательно присутствует гелевая система жесткая гелевая система твердая поэтому если у вас ногтевая пластина мягкая да и в поперечном изгибе ноготок сгибается и при покрытии твердым гелем вот это вот такой амортизации как гель лаковая база ни один гель никакой вообще в принципе он такой амортизации не даст если по торцам будет очень сильно тонко то он в первую очередь особенно с квадратных ногтей с квадратной формы по торцам любой гель начнет скалываться поэтому обращайте это на это внимание и наполняйте обязательно толщину торца спасибо девочки красивая ногтевая а мне вот сегодня моя коллега сказала что нет у нас красивых рук у меня тут ногти мои хвалят спасибо просто просто божественный просто ну очень красиво я не знаю как еще сказать но вот конечно этот цвет наверное все таки фаворит ну лично для меня потому что я все про розового малиного фуксия это конечно все мои цвета и все вариации розовых оттенков это конечно моя история поэтому да он фаворитах у меня все покрыли смоделировали выровняли и можно покрывать топом в качестве финишного покрытия вы можете использовать как ультрашайн так и топ тэкласс я сейчас топ тэкласс взяла тоже сейчас быстренько ничего пилить не надо я хочу пилю хочу не пилю то здесь тоже смотрите на свое на свое усмотрение особенно когда есть каркас натурального ногтя когда есть своя база то в общем то пилить что пилить время тратить ну и пылью дышать и материал перерасходовать поэтому если есть возможность не пилить а сделать просто укрепление рекомендую не пилить и сделать просто укрепление на ногтях все да кто только зашел девочки у меня на ногтях нанесены все оттенки я сейчас вам еще раз их покажу как только у меня подсохнет топ так подскажите пожалуйста вот вопрос по поводу кислотности знаете он достаточно часто возникает я всегда говорю в том что в наших продуктах не содержится какой-то кислотность у нас нет кислотных баз у нас нет кислотных праймеров ничего нет понятно что мы работаем ну как бы с искусственным материалом да это в том или ином виде разновидность полимеров да поэтому конечно мы не можем наносить хотя в некоторых гелях в некоторых средствах и в уходовых есть там содержание в составе витамины конечно мы должны понимать что это ну не витамины в чистом виде но каких-либо агрессивных средств которые могли бы вызвать там тяжело аллергические реакции и так далее в наших продуктах нет потому что мы их тщательно тестируем проходим проходят тестирование и в отделе качества и химики работают и мы работаем как технологи материалы тестируем ставим на разных людей разных возрастов на разные ногтевые пластины сухие влажные как бы смотрим и только после этого мы уже после того как все скажем так инстанции проходят наши продукты они получают утверждение только после этого к продаже они выпускаются поэтому так скажем как технология вот июля мы на всех этапах этого процесса находимся и на себя ставим тоже на себе тестируем так кто-то любит вот женские секреты прекрасно пожалуйста присоединяйтесь так все оттенки давайте посмотрим ну опять-таки фаворит который сегодня для меня фаворит оттенок а в предыдущем эфире девчонки у меня спросили название я перетасовала крышки и перепутала название поэтому юль можешь мне открыть сайт я сейчас попрошу свою коллегу она откроет сайт я вам на сайте покажу какие оттенки вот посмотрите какой прекрасный секунду какой прекрасный цвет сияющий очень-очень красивый деливается просто отлично следующий цвет на сайте вам показываю управление достаточно легкая гелевая система вы заходите на сайт нажимаете гелевую систему и у вас там сразу с не хочет нажиматься так смотрите это у нас цвет называется тиара в объеме 15 миллилитров тысяча до тиара верно красивое название и говорю абсолютно название абсолютно соответствует содержанию внутри тиара здесь у меня представлен на указательном пальчике такой вариант далее средний и большой пальчик у меня цвет лавиш обращаю внимание на то что смотрите гели которые в банках там же большой объем да то есть они в более насыщенного цвета любой гелик банки более насыщенный за счет объема на ногтях на поверхности я именно поэтому сегодня эфир делаю на своих натуральных ногтях для того чтобы было адекватное понимание какой цвет имеет оттенок и как он смотрится на натуральных ногтях это у нас цвет лавиш то есть на ногтях он не такой розовый то есть на ногтях он такой розово молочный скажем так более более нежно смотрится нежели активные в банке так на безымянном пальчики у меня на безымянном пальчике у меня цвет шарм красивый на мой взгляд базовый натурально бежевый цвет с легким шиммером для клиентов которые ну как бы сильно активно выделяться не хотят очень много до тех кто там офисы какие-то там дресс-код имеет вот такая красивая бежевая база таким с легким флером я бы так сказала и здесь у меня представлен цвет брюд по аналогии да с прекрасным игре отличный цвет красивый с перламутром с золотом с красивым блеском тоже смотрится очень очень красиво так на сайте не можете зарегистрироваться ну я думаю что у нас коменты останутся эфир то мы сохраняем комментарии обязательно останутся и на ваш вопрос ответят по поводу регистрации там сайта я боюсь что не сильно компетентна в этих вопросах так ну что вот такой сегодня у нас эфир получился представила вашему вниманию новые гели очень красивые прекрасными названиями с прекрасным содержанием с отличным качеством рекомендую обязательно всем мастерам эти материалы к работе я абсолютно убеждена что вы приносите вы у у у у у у у Продолжение следует...